Да, это я грехи искупаю. Мы хотим людей радовать, понимаешь, старыми вещами. Раду себя деньгами лучше. Боржество победило доброту. Опять. Это получилось сделать очень быстро. Просто как горячие пирожки все предметы разлетелись. Чё, почему он купил? Потому что он, короче, по***вует девушку классную и ей эти статейки дарит. Всем привет! Это третья серия антикварного шоу. Поехали! Кто не смотрел первую и вторую серию, обязательно посмотрите. По всплывающей подсказке она здесь появится. Напомню, мы взяли двух наших подписчиков, дали им по 10 тысяч рублей и дали всего лишь одну неделю, чтобы они нашли как можно больше старых вещей, продали их и заработали как можно больше денег. По итогу этой серии мы узнаем, кто победит в этом шоу и заберет весь банк. А сейчас мы посмотрим, как ребята продают вещи, которые они купили за последние несколько дней. Приятного просмотра! Я почти все свои вещи выставил на Авито. И очень быстро у меня ушли шахматы, ваза и самовар. Но время идет, а продаж нет. Я понимаю, что я просто не успею распродать все свои шикарные вещи, и поэтому мне Саша дал совет все это собрать с копом и повезти на удельный рынок торговать. Завтра я, наверное, так и сделаю. Вот. Никогда не торговал на рынке. Попробуем туда залететь с двух ног, показать всем их место. Вот. И продать все втридорогое. И получить с этого огромную кучу денег. Я по-любому выиграю и всех порву. Все будет, как я люблю. Я подслушал разговор Никиты и Саши и узнал, что они собираются на рынок. Как раз у меня достаточно много есть вещей, которые точно, я уверен, легко будет продать на удельном рынке. У меня очень активно идет торговля. Я только выложил пластинки, и тут же мне написал мужчина, и он приехал и купил у меня одну пластинку. Я думаю, конечно, это была самая интересная пластинка, но еще у меня их много осталось. И так получилось, что за всю эту неделю я под самый конец очень сильно и быстро резко оброс вещами. И я думаю, что рынок это то самое место, где я смогу очень легко заработать. А ну а если я ничего не продам на рынке вдруг, хотя я сомневаюсь, я всегда смогу отнести это в скупку, и мне по-любому дадут в два раза больше, чем я за все это купил. Но мне уже надоело эта машинка Zinger. Я уверен, что на рынке я ее точно продам. Голосуйте за меня в Телеграме. Ссылка в описании. Можем уступить вам? Ага, я сейчас посмотрю все. Подумаем. Календарики. Календарики по 10 рублей за штучку. Хотите, можем вам все книжки за 1000 рублей продать? Когда я приехал на барахолку, я краем глаза заметил, как Славик из багажника вытаскивается в этот гроб Zinger. Вот. Я сначала хотел помочь ему, но потом передумал. Я подумал, что пускай езжется сам. У меня свой пакет с шикарными книгами. Вот. Нашли мы одно место на двоих. Мы хотели красиво разложиться, да? Чтобы выглядело все, как в огромном антикварном магазине. Но не успевали даже вытаскивать вещи, как у нас их начинали выхватывать. Смотрите, как это было. Так, я сейчас сколько я должен был? 400? А, 600 рублей. Сейчас. Ну, давайте 700. Давайте. 700, только заверните мне, пожалуйста, чтобы я не доколотила их окончательно. Да. Хорошо. 10 книг, 100 рублей можете взять. Одна книга. Одна книга, 30 рублей. 6 штук, 300 рублей. Это мне нужно 700. Ребята, по чему мне нужно? 4 тысячи. Благодарю. За полторы соусы с них хотят купить. Давайте, отдадим. Мы разделяем. Просто мы знаем, где что стоят и помогаем друг другу. А так, как бы, деньги получает каждый, кто торгует. Ну, его товар, короче, из-за его товара. И у него деньги за мой товар. Важно победить. Нет, мне не важно победить. Я концепцию бизнеса мне важна. Понять было. Ну, ладно. А кто победит, меня вообще мало интересуются. 5 тысяч. Ну, да, да. 4. За 3 точно. За 3 точно нет. А вы для чего купили? Можете рассказать, пожалуйста, разница. Для чего купили? А, все, я понял. Это факт, вообще. Она хрупкая, крылья. Тонкая-тонкая работа, согласен. Так, сейчас. Давай. До свидания. Мы хотели красиво разложиться, потом подумали, пускай берут так. Гуси-лебеди забрали уже. За 4 тысячи? Да. Да. Гуси-лебеди, да? Да, да, да. Ну, а что, я, в принципе, так подумал. У меня клиент на Авито уже есть на них за 4 тысячи. Вот. Меньше 4-х не отдам. Да, да. Все по 20. Все вот эти книжки, все по 20 рублей. Да, ровно. Нормально, ну, дешево, наоборот. Да, 2-х не отдам. А по сколько их продавать, по-вашему? Сколько стоят такие? Ну, некоторые 10-ти не стоят. Ну, да, я согласен. Как-то вы договорите, что... Ну, поэтому я продаю все по 20, чтобы особо... Да, хорошо. Вот вам 4 пятака. Угу. А вы для чего вообще покупаете? Для себя или в коллекцию, или почитать, или в подарок кому-то? Перепродать. А. Понял. Так. За вот это вот, да, рублей 150. Да, сейчас, секундочку. А, извините, а вы можете сказать, а вы для чего купили ее? В коллекцию себе, или... Нет, мне надо одну на дачу, а вторую у меня подружка такую просила. Ага. А вы для себя берете вообще, или... Не в коллекцию, не в подарок? Просто себе, да? Нет, для себя чисто, я же говорю, разбили, а вот вопрос... Угу. Не помню сейчас размера косого, побольше или поменьше. Угу. И вот они 50. Отлично. Приходите к нам еще. Есть кто хочет забрать. Ну, давайте вообще... Так, продаю поштычно. А вы для чего подруги покупаете, да, получается, не в коллекцию себе, а в подарок? Да, 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 она хочет, там у нее есть какие-то звери, но это и нет, она хотела. Все, я понял. Мне пихали деньги со всех сторон, и мой род делал ужасные вещи. Мой главный враг. Ко мне подходили люди и просили 50-ти процентную скидку, 70-ти процентную скидку. И после первых денег я почему-то не думая говорил, да, да, продам, 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 продам. Я думаю, что я, скорее всего, мало наторговал. Вот ко мне подошел мужик, попросил брошку продать ему, которая стоила 2 тысячи за тысячу. Я не раздумываясь сказал, да, это невероятно обидно. Вот, но так получилось. И Фареевску жило мне голову. Ну да. Никита, Никита. Да, сейчас. Так, в календаре. За тысячу брошку отдашь? Которая за две? Да. Да? Почему он купил? Потому что он, короче, поебывает девушку классную и ей статутки дарит. Что? Поебывает девушку и статутки дарит ей. Я понял. Я думаю, на тысяч 7 точно уже получилось, типа, может 8. Сейчас еще 8 получим, а уже можно ехать. Сколько ты купил? Да пару сотен, я думаю. Плюс телефон, давайте 250 рублей отдам вам тебе. Нет, 200 я еще. Давайте 200, давайте 200. Ну, нам сказали, что работает. Но он вообще, у него сохранность классная. То есть, это хорошая цена. 500 рублей нормально? Я и так уже все деньги оставил у вас. Ну, давай 700. Не, ну, честно, я не уверен, потому что мне его отправят еще, как бы. КамАЗ этот берут за весь. Я уже, как бы, у вас все оттоваривался. А для чего вы все это покупаете? Для активных техников. Я буду собирать все подряд. Да, спасибо. А для чего вы покупаете? Для чего? Соусник. Соусник? Я собирала соусник. А, я понял. Как получается? Если ездить по адресам, скапливается много такого товара, который не всегда быстро продается онлайн. А приехать сюда и здесь прямо, ну, достаточно большая проходимость, достаточно большой спрос. Все разлетается просто в разы быстрее. Конечно, дешевле может быть, да. Но при этом, да, мы освобождаем место, да, не храним товар, да, то есть он не залеживается. И это, конечно, гораздо выгоднее. Огромная целевая аудитория. Просто получается, здесь как бы люди, которым надо уже, они сами сюда идут. Не мы их ищем, чтобы продать что-то там, а они нас ищут, чтобы купить. Вот, поэтому как бы мы делаем деньги здесь. Тут можно продать все, даже вот это вот, вот это вот. Кому оно нужно, даром не надо, а вот покупают. Ну, я больше ее продавал, потому что она тяжелая, таскать ее неохота, и я просто не хочу ее везти обратно, это точно, да, как бы. И за все то время, пока с утра мы были, да, просто никакого интереса к ней не было, да. То есть первый человек, который поинтересовался, 5000 такие стоят, слоновая кость. Это был первый человек, который только поинтересовался этой машинкой, и, ну, он начал торговаться, и я решил ее отдать, потому что, ну, просто неохота с ней возиться. Эй! Вот, блин, последний 100, что ли? Ё, ты как, смотри, ты, а, ему отдал, вот, последний. Да, это мой 100 рублей. Не, я говорю, а, тебе. Пока я продавал царский соусник, у меня какой-то барыга украл сжигалку мою, вот эту шикарную Ямаху, положил ее, сюда, вот, куда, на альбомчик. Может, она потерялась, или ты уже обыскал все? Да, я поискал, поискал, украли. Так что, будьте осторожны. Может быть, у нас на видео есть, как воруют ее? Может, есть, да, надо будет в полицию обратиться. Я проблему буду продать. Ну, вот, я и пытаюсь. Пока что, это моя проблема, я пытаюсь удалить. Если бы были они хотя бы в состоянии, они, видишь, подматывались. Ну, я понимаю, да. Но, говорю, мне кажется, что тысячу рублей за них можно получить, вот, не меньше. Давай, 700 и... 800. Да? 800 и про пол. Да, эти тоже. Я, честно говоря, даже примерно не пересчитывал. О, нашлась зажигалка. Мы же думали, что ее украли. Я побежал. 8. 10 наберете на 100 рублей. Сразу 10 отдам еще сразу в придачу. Вот эти непродавшиеся вещи я сейчас подарю первой понравившейся мне бабушке. Буду искупать свои барыжьи грехи. Я вам подарок принес. Спасибо, не надо. Ну, возьмите, тут посуда хорошая. Не надо? Ну, как хотите. Здрасте. Вам подарочек не нужен с посудой? Все, без... Да, просто так отдаю. Тут куча советской посуды. Возьмите. Да, это я грехи искупаю. Ой, дай бог вам здоровья. Спасибо. Вот. Целая сумка там посуды советской. Спасибо. До свидания. До свидания. Это вот все, отводим за тысячу. Я же говорил, пластинки... 500. За 500, все. 400, ладно. Два чемодана, пакет книг. 300, согласен. 300. Продано. Отлично, отлично. Выгодная сделка просто пошла. Это тоже отдаешь, да? Спасибо. Да, да. Хотели бабушке подарить, но оказалось, удалось продать. Вот так вот. Как это... Барыжество победило доброту. Опять. За 300 рублей продалось. Нет, ну ты же сколько сегодня вещей-то подарил вообще? Я подарил целую сумку, которую я не хотел дать. Они меня заставили, честно. Я бы ее продал бы на авито или на мешке. Тысяча за полторы. Вот эти вот торговцы... Спасибо. Типа, им на рынок вообще нельзя, вот этим вот людям. У меня книги. А, вы извините. Да, их на рынок вообще пускать нельзя. Они торговать не хотят. Они хотят сюда дарить, 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 дарить. Давай тебе бабушку подарим, бабушку. Так мы хотим людей радовать, понимаешь, старыми вещами. Радуй себя деньгами лучше. Ну, мне очень понравилось. Я не ожидал, что за 2 часа удастся продать почти все. Мне продалось, наверное, только половина книг. Ее мы продали... А, нет, мы ее продали за 300 рублей, да, оптом. И подарили немножко посуды женщине, которая там вещами торговала. Остальное все ушло. И статуэтка ушла, и соусник ушел царский. Вот только вот бусы и шикарные Славик они ушли. Но я думаю, что он что-нибудь придумает. Мне очень понравилось, интересно. Буду продолжать. Отлично. Ну, как горячие пирожки вообще все разошлось на самом деле. То есть очень быстро, быстро, быстро народ подходит, разбирает все самое интересное там для себя. Видно, что у всех своя специфика. То есть это такой способ быстро, недорого избавиться от всех вещей, да, и которые там могут залежаться. Бус я попробую продавать на аукционе, на мешке. Я думаю, что там гораздо будет перспективнее, и я смогу дорого их продать. На рынке я наторговал на 3850 рублей. Конечно же, мы находимся в культурной столице, а на рынке все вели себя не очень культурно. Ну, чего, собственно, ожидать. Но получилось на самом деле заработать. И мне очень понравилось, что это получилось сделать очень быстро. Просто как горячие пирожки все предметы разлетелись. По итогу торговли на рынке Никита, наверное, лидирует. Я слышал, он там продал больше, чем на 10 тысяч вроде бы. Но у меня остались супер лоты. Это 18 костяных бус. И по совету Саши я грамотно оформил объявление в интернет-аукционе. И продал эти бусы за 20 тысяч рублей. Достаточно быстро это произошло. Я вообще не ожидал, что это возможно. И теперь-то я уже реально чувствую, что я Никиту обогнал просто в разы. При том, при всем, у меня остались серебряные ложки, за которые на рынке мне предлагали 4,5 тысячи рублей. Но что-то я не захотел их продавать за 4,5 тысячи. И решил оставить себе, потому что моей жене они понравились. Они выглядят очень стильно. И серебро со временем будет только дорожать, я в этом уверен. Чувствую, победа у меня в кармане. Я услышал, что Славик, оказывается, продал свои эти кости бабкины за 20 тысяч. И мнит там себя уже победившим. Типа, что я победитель, я продал кости, кости. А мне зубы подъехали от бабушки какой-то. Или от дедушки, непонятно, на адресе. И сейчас я их пойду и сдам в ломбард. И смеется последний тот, у кого зубы. Поначалу я к ним как-то брезгливо отнесся. Фу, мне показалось, что это как-то странно хранить зубы в шкатулке. А потом я подумал, а зачем они вообще в принципе в шкатулке-то и лежат. Вместе там с какими-то цепями, бижутерией, какими-то серьгами. Первое, что мне пришло на ум, это Славик или стоматолог. Он мне может подсказать, что это вообще за зубы, что это вообще такое. Но он мне сказал, купят за 500. И тут же мне сразу же закрались сомнения, что он хочет меня как бы поднебать немного. Вот. И после этого я пошел в ломбард, чтобы он никакой женщине или деду эти зубы не вставил. Типа, и не продал. Вот. Выглядит очень как бы шикарно, прилично. Металл желтый. Возможно, это реально золото. Типа, просто так в шкатулке лежали чьи-то старые дедовские зубы. Сейчас идем в ломбард, сдаем, спрашиваем. И вообще, я никогда в ломбард не сдавал такие необычные вещи. Я там однажды сережки какие-то приносил, что-то серебряные брошки. А вот зубы с человека, с какого-то уже неживого явно, я еще никогда не сдавал. Посмотрим, что они скажут. Не примут ли вообще меня с этими зубами, как бы. Все, что спросят. Если спросят, скажут, что с бабки своей оторвал. Типа, что она им еще яблоки грызла. Вот сегодня еще теплые. Вот. А дальше уже как пойдет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, вот, я сходил в ломбард. Бабкины зубы у меня взяли за 12500 рублей. Пойдет все на переплавку шикарно, потому что скажут, типа, иди отсюда. А это реально оказалось золото. По 4700 рублей за грамм, но я так понимаю, что он немножко дешевле мне, типа, естественно, сделал. Но, блин, офигенно круто, потому что плюс 12000 к моему, так скажем, к моей сумме, я его обязательно выиграю. Славик там пускай свои кости продает, а я буду зубами золотыми торговать. После продажи зубов у меня осталась одна интересная брошка и вторая шкатулочка там с каким-то фуфлом Бабкиным с адреса. Но я не успеваю ее продать, потому что уже 8 вечера, а нас в зачет, скорее всего, уже не пойдет. Ну, как бы и фикснее вообще. Ничего страшного, я уже и так победил, я чувствую, победа будет за нами. Очень интересно наблюдать за этим поединком. Слава продал костяные бусы за 20000 рублей. Никита сдал золотые зубы за 12 с копейками. И я уже запутался, кто сколько заработал. Сейчас мы начнем подсчитывать, а вы прямо сейчас нажмите на паузу. Переходите в телеграм-канал и напишите, кто, по вашему мнению, победит. Ссылка на телеграм-канал в закрепленном комментарии. Субтитры сделал DimaTorzok Перед тем, как подвести итоги реалити-шоу, я хотел бы объяснить его смысл. Давайте разберем все по порядку. В первой серии я участникам дал возможность искать вещи самостоятельно. И вы видели, что из этого вышло. Мне интересно было увидеть их способы, а также показать вам их ошибки. Как итог, они выбрали не самые эффективные способы поиска вещей и нашли на помойке всего 9 книжек. Даже если бы они нашли какие-то антикварные вещи, может быть, одну или две вещи. Но это тоже какое-то исключение. Продав которые, они бы заработали небольшие деньги. Во второй серии я их научил одному способу поиска вещей, хотя их у меня 10. И используя всего лишь один способ, они нашли за 4 дня около 8 адресов, на которых они закупились на 12 тысяч рублей. Насколько они продали, вы узнаете через несколько минут. Но результаты вас приятно удивят. Выводов у этого реалити-шоу несколько. Первое, это то, что на перепродаже старых вещей можно заработать реальные деньги. Имея всего 10 тысяч рублей на закупку и на рекламу. Второе, это то, что без понимания, как искать адреса, как вести переговоры, чтобы покупать у людей за 10% от их реальной стоимости. Или как продавать товар. Вам будет трудно получить хороший финансовый результат. Да, вы сможете зарабатывать 10, 20, 30 тысяч в месяц. Но о 100 тысячах даже можно и не мечтать. Именно поэтому мы решили помочь вам разобраться в этих вопросах. И в ближайшее время мы будем проводить вебинар, на котором разберем следующие вопросы. Как стартануть в антикварном бизнесе и что для этого нужно? Что делать, если вы в месяц зарабатываете до 50 тысяч рублей, а хотелось бы зарабатывать 100, 150 и больше? Как и когда имеет смысл открывать скупку? Как вы можете сотрудничать со мной в рамках продажи вашего товара? А также, как участники шоу, вы сможете перенять мой опыт в реальном времени. Вебинар будет называться «Как зарабатывать на перепродаже 100-150 тысяч рублей в месяц». Для этого заходим в комментарии, выбираем закрепленный комментарий, запись на вебинар и нажимаем на ссылку. Здесь указываем имя и номер телефона и нажимаем «Получить доступ». Нажимаем кнопку «Присоединиться» и вы попадаете в телеграм-канал, где вся информация о вебинаре. Ваш номер телефона мы собираем, чтобы напомнить вам о вебинаре. Так что не переживайте. Если вы смотрите это видео позже, то все равно переходите по ссылке и подписывайтесь на телеграм-канал. Там мы постоянно проводим эфиры и делимся экспертным контентом про антикварный бизнес. А сейчас давайте подведем итоги реалити-шоу. Мы коллективно подвели итоги. Напомню, у ребят была всего лишь одна неделя, чтобы закупиться старыми вещами и их перепродать. Как мы и договаривались, мы встретились ровно через неделю и подвели итоги. Вот здесь показаны продажи ребят. Это деньги, которые заработал Слава. А это деньги, которые заработал Никита. И с отрывом в 215 рублей побеждает Никита! Все деньги забирает победитель. Никита, держи. Это все твои деньги, которые ты выиграл. Слава, к сожалению, просто поучаствовал в нашем шоу, но он получил хороший опыт. Я совсем не разочарован в том, что я проиграл. На самом деле я получил бесценный опыт и узнал много всего интересного. Как попадать на адрес, как покупать вещи и выгодно их продать. А также, как продавать их в интернете. И я точно уверен, что я смогу заработать. А те ложки, которые у меня остались серебряные, это тоже, конечно, огромный плюс. И я оставлю их себе в коллекцию на память. Не знаю, о каком там опыте Авито и Адресов говорил Слава. По-моему, самый красноречивый опыт – это вот эта вот котлета бабла, которую я заработал за неделю на этом шоу. Таких денег за неделю я не зарабатывал никогда. Это среднемесячный оклад на заводе, на котором я работал. И сейчас с этими деньгами я пойду в кабак, радовая чужих жен. Ну, еще песчонку я, пожалуй, выделю Славику на такси и шоколадку. Так скажем, на утешительный приз. Всякое бывает. Ничего страшного. Властью данным неудельным рынком посвящаю тебя в барахольщике и связываю тебя невидимыми узами нового члена с нашим братством. Братством ценителей прошлого, хранителей времени, скупщиков антиквариата. Никита, готов ли ты вступить на этот путь полный тайн и открытий, где каждый предмет – отражение судеб и эпох? Готов. Эта монета видела многое. Чувствуешь ли ты ее материю, шепот времени и голоса прошлого? Да, чувствую. Помни, что мы не просто торговцы. Мы проводники между прошлым и настоящим. Наша задача не нажива, а сохранение истории, уважения к прошлому и его тайнам. Добро пожаловать в наши ряды! Друзья, напоминаю, что в ближайшие дни мы будем проводить вебинар, на котором мы будем разбирать, как в ближайшие 3 месяца выйти на доход 100-150 тысяч рублей в месяц на перепродажу старых вещей. Вы сможете задать вопросы в режиме реального времени. Для участия в вебинаре подписывайтесь на наш телеграм-канал, он в закрепленном комментарии. Прямо сейчас переходите и подписывайтесь. Подробная информация о вебинаре находится там. Спасибо огромное за просмотр реалити-шоу. Всем пока!